Ну, может быть, ещё раз, ещё немножко почитаем. Четвёртый отрывок, пишет Рабаш. «И назвал Творец Света днём, а тьму назвал ночью. Объяснение, как сказано выше, как написано в комментарии Сулам, что, как мы видим, что один день состоит именно из соединения дня и ночи, так же не может быть и Свет без тьмы. То есть Творец дал нам тьму, чтобы с её помощью раскрылся Свет. И это называется «И назвал Творец». То есть Творец устроил нам порядок работы, чтобы был он именно в таком виде. Ещё раз. «И назвал Творец Света днём, а тьму назвал ночью». Объяснение, как сказано выше, и как написано в комментарии Сулам. То есть Творец дал нам тьму, чтобы с её помощью раскрылся Свет. И это называется «И назвал Творец». То есть Творец устроил нам порядок работы, чтобы был он именно в таком виде. Это понятно, да? Это многое объясняет, что все те вещи, которые происходят в нём, мы раскрываем, потому что они были во тьме. Поэтому мы обязаны выйти, мы обязаны зайти в состояние тьмы. Нам нужно как можно быстрее уходить оттуда. Нам нужно взять только от него хиссарон, оттуда хиссарон. А не включаться слишком сильно в него, чтобы в Польше ощутить. Нет, не надо это делать. Почувствовали отрыв, отключение. Нужно как можно быстрее выйти из него и прийти к объединению. И в объединении понятно тебе будет, а что было там, почему такой отрыв произошёл, как ты вышел из него, и как ты можешь с помощью него сейчас постичь. Понятно. Петрах-тиква 30. Спасибо. А что относительно общих состояний, например, конфликт? А мы что, сейчас это изучаем или нет? Почему ты спрашиваешь? Но ведь это состояние тьмы? Да ты находишься в тьме. И всё. Не, об этой тьме мы говорим. Мы говорим о отрыве между нами, друг с другом и нашем отрыве Творца. Турция — три. Спасибо, Рад. Строим ли мы экран днём или ночью? Экран мы строим и ночью, и днём. Вопрос зависит от того, о каком экране говорится. Экран — это общее состояние, которое связывает между хиссароном и постижением. И мы строим его в разных состояниях. Это невозможно, в общем, сказать, когда строится экран. Нет определённого времени для него. Нужны разные состояния, которые приходят и от падений, и от подъёмов, и ночью, и днём. В тьме мы будем ещё говорить об этом. Есть экран, разделяющий, есть соединяющий, есть разные виды экранов. Мы будем говорить об этом ещё. Хайфа один. Раф, Бухартов, если шалама... Добрый, Раф. Вопрос, какая разница между работой днём и ночью, как мы сейчас изучаем, и двумя линиями, левой и правой? Сейчас я не могу это объяснить. И не надо тебе думать об этом. Сейчас скажи себе, что нет связи никакой. Италия 3. Здравствуйте, Раф. Как мы сохраняем концентрацию во всём, что мы делаем и проходим, для того, чтобы за товарищами всегда увидеть Творца, чтобы всегда бы мы видели новую возможность и не погрязали бы в ежедневной рутине? Постарайся включиться в товарищей. Неважно, в каких состояниях они находятся. Главное, что ты хочешь быть с ними вместе. И вместе с ними, именно вместе с ними подниматься. И даже если они не достойны подъема, но ты, который думаешь, что можешь их поднять, ты уже получаешь свыше силы для подъема. Как, получив отрыв, быстро выйти из него, не включаясь в это состояние? Повтори. Ещё раз. Как принять этот быстрый разрыв по-быстрому, не включаясь, не погружаться в состояние ни на часы, ни на дни? Это, конечно же, самое лучшее состояние. Как можно это сделать? При условии, что вокруг человека есть очень большая, сильная поддержка от его окружения. И тогда каждое состояние, которое он получает свыше, с помощью окружения, он очень быстро может прийти в себя и продолжать подъем. Это зависит от окружения. Мы должны организовывать это. В чём выражается поддержка? Что? Какое выражение приобретает поддержка? Выражается, поддержка выражается именно в том, что не дают тебе падать. Что сразу же ты чувствуешь, как все на тебя смотрят и как все заботятся о тебе и думают о тебе и хватают тебя, подхватывают и интересуются тобой, и заинтересованы в тебе и так далее. Ощущение тьмы должно буквально чувствоваться? Человек должен почувствовать такой просто удар? Ну, я не знаю. Может быть, ты получил какое-то состояние отключения от духовного состояния, но ты не чувствуешь себя плохо? Может быть, так тоже не чувствуешь зла? Поэтому это не обязательно так происходит, но человек... В общем, большие каббалисты, в общем-то, у них были очень такие крайние проявления этих состояний, даже в обычных состояниях, которые мы не замечаем и не думали бы ни о чём, они чувствуют сразу же моментально, что это падение, и они стараются как-то так вот организоваться, собраться, чтобы подняться из этого состояния в слиянии между ними. И так это либо чувствуют и подъём намного сильнее, и наоборот, скажем так, когда есть день и ночь между ними, или как они хотят побивать друг друга, как и было в группе Раби Шамона. И есть разные состояния различные, но всё, как бы то ни было, всё это крутится вокруг к связи между нами с Творцом. А нет ничего другого, мы должны знать об этом. То, что противоположно объединению между нами, между нами и Творцом, мы смотрим на всю реальность, на всё Божественное. И через это ты начинаешь понимать всё. Это как такая карта, план, какой-то прибор видения, через которую ты видишь всё. Какое управление у нас есть в таких состояниях? Ведь мы тоже, как дети, то радостные, то грустные. Чем мы можем управлять? У тебя есть возможность управлять этим через твоё пробуждение и связь с товарищами. Петахтиква 19. Здрасте, Раф, товарищи. Как раз в продолжении последнего вопроса. Как выйти из такого отрыва вместе, из общего состояния, когда несколько человек? Если все вместе находятся в отрыве между ними и Творцом, тогда это действительно состояние уже очень... Это уже перст Творца, что называется. Ты тоже ничего не сделаешь. Это уже состояние разбиения, разрушения, но будем надеяться, что это не произойдёт. Можно ещё вопрос? Да. Почему есть товарищи, на которых это влияет больше и на кого-то это влияет меньше? Окружение. Это так специально сделано, чтобы вы продвигались друг за другом. И это с помощью взаимной поддержки, взаимной помощи. И поэтому не всем дают подъёмы, падения. А эти опускаются, эти поднимаются. И поэтому есть поручительство. И вы можете таким образом спастись. Петахтику 12. Доброе утро. Почему в состоянии падения я чувствую, что ничего не достиг? И наоборот, только хуже. Во время падения ты не должен чувствовать, что ты что-то постигаешь. Нет. Это потом, когда ты начинаешь подниматься, ты можешь понять, как падение дало тебе клей больше. И сейчас ты работаешь с ним, ты его освещаешь, ты его исправляешь, наполняешь и постигаешь в нём. Следующая ступень. Хадера-1. Хадера-1. Доброе утро, товарищи. Какое первое состояние, когда человек чувствует день или тьму, чтобы он мог сравнивать? не тук. Отрыв. Не тук. Зая-арга-шаха, шиван. Отрыв. Это самое важное ощущение, очень важное ощущение. И над этим мы строим наши подъёмы. Доброе утро, Раф, товарищи. Раф, что значит, что мы в десятке пробуждаем предрассветную тьму, рассвет, или пока ещё это не наша работа? Если ты хочешь поднять себя, чтобы поднять десятку, и ты действуешь только лишь для того, чтобы поднять их к важности Творца, к соединению между ними и к соединению всех вас с Творцом, то тогда это твоя работа правильная. И тогда ты этим буквально реализуешь то, что пишет Рабаш об отношении к товарищам, что ты маленький, самый низкий, самый-самый-самый такой, находишься ниже всех, но ты как раз-таки таким образом поднимаешь их и соединяешь их и преподносишь их Творцу, чтобы он наполнил их и поднял бы их. Тель-Авив три. Рав, когда мы теряем день, нам не хватает килим, чтобы держать. И сейчас нам нужно пройти процесс работы ночью. Это верно? Всегда, когда теряем день, это от недостатка килим. Но теперь ощущение, что я должен пройти длинный процесс ночи? Нет, не обязательно. Никогда не нужно ждать ночи. Всегда нужно в состояниях, в которых мы находимся видеть вред, несправность. Несправность. И сразу над ним производить исправление, подниматься. искать, где еще я могу быть соединенным с товарищами. Еще небольшой вопрос. Почему я должен собирать новые килим? Потому что группы находятся перед тобой, творец находится внутри группы. Если ты бежишь к ним и хочешь объединиться с ними, хочешь служить им, чтобы поднять их и своими силами тоже, тогда у тебя нет никакой проблемы. Все устроено перед тобой. Понятно? Последний вопрос, Азия. Спасибо, Рав. Доброе утро, товарищи. Я думаю, вы как раз ответили, что тьма от того, что мы не можем добавить любви к товарищам. Верно. Верно. Перейдем к женщинам. Где наши женщины? Вопрос из Алматы 3. Чтение источников выводит человека из ночи? И это тоже, конечно, это одно из средств. Источники, псалмы, разные вещи. Как я сказал, Рабаш, он даже танцевал сам, один в квартире и пел. И не было у него желания ни петь, ни танцевать. а с помощью этого он пробуждался. Да. Москва, 18. Мы учим, что человек может получить важность цели и величие Творца только от товарищей, потому заключённый не может сам себя вызволить из тюрьмы. Что значит, что подъём над тьмой это моя личная работа? Стараться. Насколько ты отменяешь себя, ты впитываешь силы снаружи, от Творца через группу, и так ты поднимаешься. Дальше. Петахтиква, 38. Как выходим из тьмы, когда тьма не ощущается у него как тьма, но даёт ему наслаждение в желании получить ради получения? Шуф. Ещё раз. Как выйти из тьмы, когда тьма не ощущается как состояние тьмы, а даёт наслаждение в желании получать ради получения? То есть мы должны эти наслаждения в желании получать ради получения определить как тьму и как мы можем подняться над этими наслаждениями, над этой тьмой к истинному свету, отдаче, объединение, поддержке здесь работа, нужно произвести выяснение, и для этого выяснения нам тоже нужен свет. Поэтому в ночь есть несколько разделов и много работы ночью. Духовная ночь — это не то, что мы идём спать и отрываемся от реальности. Духовная ночь — это метхабрим бейнейну. Когда мы объединяемся между нами ещё сильнее, чтобы выяснить следующее состояние наше, которое называется «кажется, нам ночью мы его не чувствуем, но чтобы раскрыть его, почувствовать его, мы должны ещё сильнее объединиться между нами». Дальше. Леонид. Эти состояния циклические, можно сделать какой-то разрыв, подождать их или ждать, сколько времени они будут продолжаться? Мы не должны ждать, когда придут эти состояния, а мы должны сами вызывать эти состояния, чтобы они изменялись как можно быстрее, как и написано, у тебя есть день и также ночь, то есть и дни, и ночи, чтобы соединялись одни с другими очень быстро, и мы прогоняли бы их внутри нас, все эти состояния, все эти ступени, и начали бы ощущать, насколько они формируют нас, как и написано, и старец Авраам, имеющий дни, он прошел много ступеней, дни и ночи, и знает, как каждую ступень извлечь из нее максимальную пользу в слиянии. Дальше. из Мак-39. Можно ли научиться управлять тьмой в наше время? Управлять тьмой, конечно, мы должны. Но что значит в наше время? В наших состояниях. Что значит наше время? Это не то, что мы находимся в 21 веке. Что это нам дает? Ничего. Нам важно, чтобы мы вместе с вами достигли бы такой связи, когда смогли бы подняться на такие уровни, когда мы определяем время, мы определяем наше состояние, а не то, что календарь мира определяет нам состояние ни день и ни ночь. которые есть в мире и тьма и свет, солнце и звезды и так далее. Не это определяет наше состояние. Не эти времена, а наши внутренние состояния, они определяют наше время. Поэтому написано Исраэль выше всяких знаков удачи, зодиака и прочее. Исраэль, те, кто и жаркель, они находятся выше всех этих состояний, которые ощущают мир и которые мир проходят. Есть ещё? Да, ещё вопрос от Мак-39. Если Творец пробуждает тьму в человеке только когда человек только готов к подъёму? Да, обычно Творец пробуждает человека через ощущение тьмы в его жизни. И это признак того, что человек готов к подъёму. Ощущение тьмы — это самое надёжное и верное признак того, что человек готов к подъёму. Теперь как он будет это использовать и реализовывать? Вопрос из-за зиври тоязычной десятки. Иногда человек находится в радости, но нет у него хессерона к духовному. В противоположности этого человек может обнаружить тяжесть, и там есть настоящий хессерон к раскрытию Творца. Так что является днём, а что ночью? Это человек должен выбрать. Чем дальше мы продвигаемся, мы должны всё больше и больше ощущать или как сказать? Мы должны больше формировать вот эти состояния дня и ночи как можно более истинно, как можно ближе к высшему знанию. День это выяснение, выяснение слияния, а ночь это исправление келим для слияния. Ночь это очень большая работа, и работа не может быть такая днём, прежде чем мы заканчиваем работу ночью. Но оба они соединяются в один день. В 5 и 10 вы сказали, что каббалисты различали состояние падения только когда они начинались. В соответствии с какими признаками можно понять, что уже началось падение, чтобы избежать его и сократить насколько это возможности не погружаться? Если я всё время устремляюсь к подъёму, то есть к отдаче, к объединению, к слиянию, то я различаю все падения, которые я сразу начинаю чувствовать чуть-чуть, и я падаю из своего устремления к объединению, к подъёму, к слиянию. Мак 39. Правильно сказать, что ночь приходит только для того, чтобы раскрыть день, но уже на более высоком уровне и так далее до конца исправления? Конечно, это так. Каждая ночь приходит, когда я реализовал, исчерпал келим дня, я не могу находиться больше в слиянии, которое я достиг, я закончил с ним, я реализовал полностью, и сейчас передо мной должна быть ночь, всё, я закончил свой день, и начинается ночь, что это значит, что начинается ночь, что я готовлю себя к следующему состоянию, когда я должен проверить, где я могу ещё добавить в келим, где я могу увидеть, почему мне не достает, чтобы продвигаться дальше, и это ночная работа, больше работа в анализе, в объединении, а днём это работа в новом раскрытии. Последний вопрос из Зихрона. В чём разница между тьмой, помехой и падением? Тьма, помеха или падение — это одно и то же. Только я должен относиться к тьме, к помехе и к падению, что это не помехи, это не состояние какие-то плохие, которых я не хочу. Я уважаю их, я готов приблизить их, потому что без них, без этих килим, без этих хисрунот я не могу прийти к свету, к раскрытию Творца, к единству с Ним. И поэтому ночь для меня важнее, чем день. День наверняка придет, если я буду использовать правильно все состояния, которые приходят ночью. Понятно? Ну, хорошо, Ниф. Переходим к следующей части. Перейдем к следующей части урока. До этого споем песню.